Каждый новый созыв народного представительства вошел в историю независимой Беларуси своим последователем и ответственным движением по пути прогрессивных преобразований. Благодаря национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства. А это гораздо сложнее, чем построить заводы. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум. При участии парламента были заложены демократические основы белорусской государственности и гражданского общества в законах, регулирующих деятельность основных политических институтов страны. Реализуя свои конституционные полномочия, парламентарии утвердили программные документы, основные направления внутренней внешней политики и военную доктрину нашего государства. Новые кодексы, принимаемые в овальном зале парламента, развивали основные конституционные права граждан. Был принят ряд важных законов, нацеленных на решение вопросов перевода экономики на современные механизмы. В сфере постоянного внимания парламентариев находилась социальная направленность республиканского бюджета и ежегодных законов о его исполнении. Важную роль в повышении качества жизни граждан сыграло принятие законов, направленных на введение минимальных социальных стандартов, разрешение демографических и экологических проблем, преодоление последствий чернобыльской катастрофы. Принятый депутатским корпусом закон о международных договорах не только обеспечил продвижение национальных интересов на международной арене, но и создал условия для защиты прав белорусских граждан за пределами нашей страны. За время своей деятельности белорусский парламент принял более двух тысяч законов, около 300 из них – результат труда, завершающего свою работу депутатского корпуса. Обращаясь к депутатам Палаты представителей, членам Совета Республики, шестого созыва отмечу, что во многом благодаря вашей деятельности, спокойной, тихой, вдумчивой, парламент сегодня узнаваем и имеет свой авторитет. Минск впервые стал важной площадкой для проведения мероприятий международного уровня, в числе которых сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Центральной европейской инициативы, заседание Бюро конференции региональных местных органов Восточного партнерства. Продвижению Минска как авторитетной международной площадки способствовало и проведение в Белорусской столице весной 2019 года международной конференции группы поддержки «Шелкового пути» Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Отмечу, международная договорная база Белорусского парламента пополнилась новыми документами о двустороннем сотрудничестве с парламентами 16 иностранных государств. Большую роль парламентарии сыграли в формировании правовой базы Евразийского экономического союза, сосредоточив усилия на защите отечественных производителей и продвижении национальных интересов на рынке наших соседей. Решения по раскрепощению деловой инициативы, смягчению ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности были позитивно восприняты нашими предпринимателями и в целом бизнес-сообщества. Широкий общественный резонанс получило приведение парламентских слушаний на тему правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь. Особого внимания заслуживает работа парламента 6-го созыва с молодежью. Подготовлен проект положения в Молодежном совете при Национальном собрании Беларуси. Создана Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси России. Сформированы Молодежные парламенты при областных советах депутатов. Все достижения и высокие результаты деятельности депутатского корпуса стали возможны прежде всего благодаря отсутствию политических разногласий и настроенности парламентариев на конструктивное сотрудничество с другими ветвями власти. Национальное собрание всегда выстраивало свою работу таким образом, что принимаемые законопроекты действительно отвечали интересам общества и государства. Убежден, новоизбранные депутаты сохранят преемственность продуктивного и актуального законотворчества. Продолжение следует...